Три дня напряженной борьбы за победу. И вот он, решающий и заключительный этап двух турниров. Чемпионата Московской области по тайскому боксу среди взрослых и Московского областного турнира по тайскому боксу среди молодежи. Не случайно оба соревнования проходят в один день. Чтобы новое наше подрастающее поколение видело, как выступают спортсмены взрослые, более высокого уровня. Хотя у нас уже и среди молодежи есть свои звезды, но мы стараемся объединять данные турниры для преемственности, чтобы поколения у нас подрастающих спортсменов ориентировались на поколение, уже сформировавшихся спортсменов. И видели, к чему нужно стремиться. Спортсмены из 21 муниципалитета Московской области приехали, чтобы показать свои способности на ринге. Валентина уже третий год занимается тайским боксом. Говорит, для нее это не просто спорт, это образ жизни. Результат постоянных тренировок – первое место чемпионата. В первую очередь это упорство, это воля к победе, это сила, это терпение, это внутреннее какое-то подстегивание постоянное. Партийный проект «Старший брат» разработан для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей, стоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Важно давать ребятам шанс и направлять их, уверены партийцы. Для этого были организованы бесплатные тренировки по тайскому боксу и кикбоксингу. Если мы говорим о том, что год назад у нас было ноль детей, сейчас уже это 1200 детей, у нас уже есть чемпионы первенства Московской области, есть кандидаты в мастера спорта. Сейчас, как я понимаю, ребята едут на чемпионаты России, которые занимаются в программе. После торжественной церемонии награждения победителей и призеров турниров были вручены благодарственные письма тренерам спортивных клубов, поддержавших социальную акцию для молодежи «Единая Россия» тренирует. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.